В эту субботу, 28 января, наступает год петуха. Китайский Новый год уже давно вышел за рамки одной страны и отмечается во всем мире. Однако сегодня мы решили отправиться все же к родоначальникам торжества. В Китай мы сегодня с вами отправиться не успеем, но прикоснуться к его культуре – это уж наверняка. Посол Китая в Молдове господин Чжан Инхунь рассказал нам о том, как прошел год обезьяны с точки зрения отношений наших стран. Посольство Китая в Молдове постоянно прилагает усилия для укрепления традиционной дружбы между двумя нашими странами и продвижения двустороннего сотрудничества. В 2016 году нам удалось сохранить динамику здорового развития наших отношений. Особенным успехом в Китае пользуется молдавское вино. В 2016 году объем экспорта молдавского национального напитка в Китае вырос на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также обе наши страны достигли ряда соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству. Год обезьяны был поистине богатым и плодотворным для отношений Молдовы и Китая. Господин Инхунь также отметил трудолюбие и гостеприимность молдавского народа, которые так напоминают ему о родине. Постоянные перемещения из страны в страну – это судьба дипломатов. Со временем мы начинаем ассимилироваться на новом месте быстрее. Приехав в Молдову, я сразу же почувствовал открытость и доброжелательность молдавского народа. Поэтому приспособиться к местным нравам не составило труда. За время пребывания в Молдове в качестве посла Китая я обзавелся новыми друзьями. Особенно любопытной для меня является ваша национальная кухня и культура. Новый год в Китае отмечается с большим размахом. Однако это является чуть ли не единственным сходством в праздновании этого дня между нашими странами. В то время как Новый год молдаване наряжают елку и ждут прихода Деда Мороза, в Китае мы называем приход Нового года праздником весны. Китайцы вывешивают дома фонари и, чтобы приманить удачу в новом году, рисуют на двери своих домов иероглифы, обозначающие счастье. Праздник весны в Китае – это семейный праздник, когда все родственники собираются за столом и наслаждаются приятной беседой и традиционными блюдами. Господин Джан Иньхун рассказал, что петух в китайской культуре считается символом энергичности и трудолюбия. Народная мудрость гласит «Золотой петух кричит, доброе утро начинается». Крик этой птицы испокон веков является будильником всех тружеников. Этот год сулит благополучие особенно для влюбленных. А те пары, которые решат узаконить свои отношения в этом году, могут рассчитывать на счастливую жизнь в дальнейшем. В завершении нашей беседы господин посол поздравил всех граждан Молдовы с наступающим годом петуха. Скоро исполнится 25 лет установления дипломатических отношений Китая и Молдовы. Пользуясь этим случаем, я хотел бы пожелать Молдове политической стабильности, экономического роста и социального развития. Желаю вашему народу счастья и успехов в год петуха. И пускай дружба Китая и Молдовы крепнет в веках. И мы присоединяемся к этим поздравлениям и добавим, что, как и Золотой Петух, постараемся будить вас утром только хорошими новостями и приятными эмоциями.